ну что друзья всем привет вот такого вот включения сразу в процессе выезд нас вместо выгрузки проблематичная немножко но ничего я тут уже не впервой ориентируюсь что да как я по красоте выберемся хотел вам передать большой привет извиниться за задержку с видео потому что сейчас работа навалила работа навалила и времени редактировать не то материал есть так что сейчас мне уже известно куда я поеду после этого а поеду я в чебоксары есть мои подписчики которые все ждут когда же я приеду чебоксары чтобы им показать немножечко по светлым а то постоянно ночью проезжаем их обижаются что не показывают у нас по красоте проходит все как не в первый раз все по накатанным еще друзья хочу с вами поделиться с таким вот интересным делом то что сегодня ко мне подошел человек которого я никогда не знал никогда не был знаком подошел поздоровался говорит что мой подписчик не было так приятно это было на елабуге как раз таки у шурумечный познакомился с ним его зовут роман так что роман тебе спасибо большое что смотришь меня мне очень приятно когда так подходит люди здороваются тебе всего хорошего надеюсь это видео увидишь так что ребят погнали отсюда и поскорей я думаю что заедем на ирбис заправимся чтобы уже на голову не мороть потом ночью не заправляться потемках по светлому капнему будет нас полный бак и без проблем помчим ворота уже открывается чаблин на проходной заставит открывать кстати это большая организация называется кип мастер территории кип мастер сейчас я прочитал там название кип мастер также кто с набереж челнов по-любому знает это место может быть даже кто-то здесь работает так снежок подметает это очень кстати нехорошо скользко значит включаем фары давайте кача выйду с кпп подключусь от него нельзя снимать да ребята дико скользко вообще аварийно меня сейчас на одном кругу складывать аж начало хорошо вырулил так что самое опасного чай немножко снежок падает колеса горячий растапливают так решил я отсюда проехать на тормоза вообще никакой надежды нет как с горки вы поедете так что надо заранее подбирать скорость особенно поворотах колея легковыми накатана цепка ли и остается а прицеп тягач начинает складывать интересно посмотреть что там у нас будет по трассе может быть сегодня я вечером не поеду встану с утра поеду так что загадывать не будем посмотрим по обстоятельствам что да как челны пока мы движемся в елабугу на завод всем кто с челнов пламенный привет друзья знаю смотрит оттуда все сниму пламенный привет сейчас что у нас в планах это загрузиться давай перекроем второй ряд чтоб смогла поехать фура видолага буксует там буксует не может повернуть хера не выходит ну что сделаешь я не знаю что они тут крутится до круга доехал он буквально полтора километра круговое движение спокойно без проблем ладно бы погода была вообще погода тоска сейчас и разворачиваться машины кто-нибудь в стопор станет соберется колонна глупо сейчас тут разворачиваться таких местах лучше проехать лишние километра немножко и развернуться на круговом движении ладно ребятки омчали пробочку тут небольшая перед кругом может быть там зацепить ну скорее всего движение час час пик пять вечера все с работы едут набережный челны город рабочий много завод фабрика так что едем будет заправка новый эльбис построенный тут что-то возле и лабуги в общем я решил не ставить эксперименты заезжать куда-то новое кафе что там исследовать рисковать не будем заправимся там ходок перекусим и поедем грузиться загрузимся там уже посмотрим по настроению турга или день в казани покушаем нормально просто не охота дать деньги и недовольным уйти чем там поесть не знаю еще просто я не слышал за ту кухню что да как она съедобно несъедобно так вот освободили полосу отормаживаемся здесь на разгонке включаем пониже передачу и заезжаю на заправку где-то пол бака у нас бак у меня триста девяносто там еще разворот 390 литров ладно давай по-твоему поедем коррек давай не сейчас короче бак у меня триста девяносто литров маленький так скажем дальнобойном деле сейчас его до полного добьем перекусим и поедем грузиться потому что мало ли ночью морозы будут придется молотить а у нас не полный бак это не дело вот такие вот друзья дела погнали ну что друзья настроился в общем перекусить подзаправиться терминалы не работают по оплате карты ни за топливо не расплатиться ни за еду только наличкой так что кто попал поставьте спустым баком сюда приехал и кирдык думает так что не доводите до пустого бака вот пол бака у меня сейчас запас хоть до Казани ехать я смело могу ехать искать другую западку а если был бы на нуле то все критика от руководства что делать а нечего делать ждать время терять ну что друзья вот такой вот перекус оформляем и едем грузиться погнали ну что друзья взвесились на КПП на весах КПП большой привет тоже смотрит меня вам огромный пламенный привет поехали грузиться на Чебоксары ну что по моей статистике один шланг в день это нормально снова зашипел это старенький шланг сразу все ее не поменял потому что было накладно неудобно тяжело было все сразу поменять в общем решаем проблему по мере их поступления вот зашипел сейчас мы тебя заменим такие меры предпринимаем сейчас это около 15 минут уже все схема отработана сейчас заменю документы забираю и поедем с вами поедем 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 выезжаем на улицу все пока пока погнали экипаж максим чё по заводу работает поехали немножко развеюсь километров на катае вот взвешивание посмотрим сколько мы набрали на подпуске вот так выглядят весы заезжаешь машину оставляешь идешь к окошку оформляешь выезд дают добро регистрируют в компьютере твою накладную импу в путь ну что по мчаре ну что друзья доброе утро вот так вот и парковались перед казани ночью поехал на стоянку места вообще не было пришлось экспериментировать сейчас задом выходим подворачиваемся и поехали там спереди в большой упор в гор мы там на своей пирамиде не спустимся уборы я убрал так что все окей погнали ну что друзья вот подбираемся к заправочке на объездной казани сейчас заедем заправимся и сами подкрепимся по завтракам и поедем уже до Талова топлива у нас еще одно деление где-то 100 литров в баке но рисковать не будем все таки зима не шутки а чем тут зимняя сейчас 47,69 крайняя колонка как раз таки свободна ну ничего пройдемся прогуляемся вот туда в кафешку и хочу сходить покушать сейчас если сообразим где прибраковаться то сходим если нет то придется удовольствоваться чем есть футдог скушать погнали друзья время у нас не так много да и место сейчас заправимся пока нам уже делают хот-доги с кофе нормально так перекусим и поедем время тратить не будем выгрузимся спокойно и уже там на обратном пути что-нибудь да покушать уже не спеша и в проверенном месте так что капаем до полного и поехали вот такой вот перекус в общем сейчас перекусим и поедем дальше тут я встал стоять нельзя но я в машине если вдруг мешать будет уберу приятного аппетита едем в Казань проезжаем всем кто с Казани большой привет смотрите замерзло у вас голова все белое белое рыбаки сидят красота ну а мы движемся дальше поехали ну что друзья посыпали как по пляжу едем погодка минус 16 немножко как-то туманно можно так сказать солнышко смотрите как выглядит за облаками как это правильно погода назвать как будто метель но не метель изморозь какая-то движение поток хороший идет все вчера отстаивались сегодня днем едут скоро тут ремонт закончат будет двойная дорога строит вот соседний мост будет вообще красота незаметно пролетать эти места друзья вот вы знали что дальнобойщиков водителей нормальных всего два вида это вот лысые и седые ну вот лысые это блин самый такой нормальный водитель который ничего не боится ни гололеда ничего в общем он всегда скоростях он всегда доставляет товар вовремя он гоняет как у малышуны а вот седой почему это его напарник напарник лысого вот такая вот байка друзья существует так что знайте друзья прохожу я сейчас цивильск всем подписчикам из города цивильск чувашской республики большой привет вот он ваше круговое движение ваше точнее проходим его со свистом движение из города нету ну какая техника автозаки по кочегарили а то ребята что то не хотят ну и что то сдулся местный житель а он песка боится ну да там бывает вылетают камушки на удачу легко фару разобьет до места где то нам 30 минут езды в чебоксарах там пробка авария по трассе а мы прям перед пробкой уходим направо заезжаем в город так что все окей у нас погнали ну что друзья вот подъезжаем на въезде в чебоксары на светофорчики встали немножко у меня ходу было вот держу на 3 повышенный луксую но подымаюсь чебоксары в общем большой привет чуваши всем подписчикам из чебоксар соседних городов заезжаю я к вам в гости в левом и правом ряду заезжаем под знак а у нас другого выбора нету так как мы везем груз нам проезд разрешен у нас есть документ с адресом с 6 утра до 8 вечера грузовым фуром заезд запрещен видели как играет асфальт накатали колею через яму полтора километра и налево ну что друзья совсем с краешку чебоксар буду я выгружаться на окраине города сейчас на светофоре поворачиваем налево и затем еще раз налево там улица проходит вот судя по карте прям вдоль дороги ждем стрелку поворот у нас под стрелку оттормаживаемся тут у нас в горке ничего нет никаких препятствий тронемся без проблем я так думаю потом не знаю стоп линию соблюдаем ждем ждем ну смотрите фуры выезжает какой-то строительный магазин деловые линии склады находятся рядышком ну как улица называется канажское шоссе так что местные ребята по-любому знают это шоссе так интересно после светофора сразу налево нас будет загореть стрелка да давай пробуем тронуться всего пошло движение вообще мало горит е-мое яма е-мое яма так план действия какой себе ставлю сейчас мы подъедем поближе к месту выгрузки комментарии от других водителей я слышал то что там заезд как бы так же как в Перми под горочку в поворот но я лучше припаркуюсь чуть раньше пойду пешочком обследую обстановочку так скажем чекну заезд гляну что да как так что к чему и уже спокойно на уверенных тягах заеду туда к месту смотрите-ка как фура у нас тут встала вот молодец на легковой мужик заметил на старомосковских номерах 99 регион ну да дорога тут не ахти и вправду потихонечку забираемся потихонечку забираемся до самого конца этой улицы и в конце у нас будет заезд направо что друзья вот такая вот красота погнали проведаем обстановочку так друзья что мы здесь видим дааааа смотрите какой подъем в горочку и в поворот разгон надо брать конкретно да еще так чтобы нам не попалась встречная машина дааааа вообще тоска смотрите-ка так надеюсь камера передаст вам дааааа дааааа еще надо раскучегариться как можно быстрее дааааа все наверх там в конце будет наша стекольная компания что погнали а почему я до конца не пошел потому что вот здесь есть наши фирмы стрелочка направо и по словам в поворот в горочку будет заезд так что все склонится что ребята начинаем наш подъем поднятие на эверест с поворотом как говорится смотрите-ка мы уже с места не можем тронуться а нам надо раскочегариться давай пошли четвертое повышенное ну погнали друзья едем соседнее село на дискотеку едем едем соседнее село на дискотеку смотрите как повезло и встречке во время мы прям просто в тютельку два-три километра ниже ехали бы все не поднялись а тут по красоте ворвались на эту местность давай дружок проезжай так смотрите-ка пирамид уже стекольная я вижу прижимаемся правее идем вот в это здание узнавать что да как здесь ну что друзья вот так проведали обстановочку подобрали траекторию скорость заехали без проблем так что имейте ввиду лучше лишний раз пройти с пешочком прогуляться в такую погодку и проведать обстановочку ну что друзья спустя полвека нам открыли эти врата сейчас мы будем тихонечко заезжать без лишних перегазовок опа блин смотрите-ка там встал газелист что мы теперь будем теперь его ждать или как там это сказать не газелист валдист на валда если ну что нам сегодня все будут мешаться что ли вот он все уехал наконец таки так чувствуем расстояние сзади остался где-то метр вот так подломали чтобы удобно нам было вырулить берем сюда выравниваем машину по два рота ну или просто хотя бы выравнивать а там уже отрепетируем вот так сделали включаем заднюю и потихонечку даем без перегазовок назад подламывая вправо потому что немножко жопа у нас не выровнялась вот полметра справа полметра слева идем ровно все вижу идем ровно потому что внутри там специально положили пенопласт как это назвать пенопласт специальный по которому нам надо подъехать через зеркало его не видно потому что отсвечивает и идем мы идеально ровно чуть-чуть подломаем в свою сторону буквально немножечко окно открыли чуть лучше стало видно так смотрим ту сторону у нас там зеркало не бессмертное выравниваемся и ровненько идем заходим на посадочку сейчас чуть-чуть возьмем сюда опа опа немножечко вот сюда чтобы пенопласт не раздавить так друзья пойдем открывать сдавать стекло вот такие вот друзья ребят почему я вам не показываю процесс выгрузки но я хочу подобрать место когда прицеп будет чистенький все видно вам красиво записать чтобы все увидели ну что друзья все миссия выполнена пирамида в целости сохранности со стеклом находится внутри бокса я ожидаю пока выгрузит сейчас как выгрузит связываемся с логистом и узнаем дальнейшие наши действия в общем вам спасибо за просмотр всего вам хорошего не забывайте подписаться поставить лайк написать комментарий давайте друзья всего вам лучшего а а а и и и а и Продолжение следует...